Здесь что-то сидит, весла бери. Костя. Правым. Все. Или сидел. Ну, за цепи. За цепи. Блять. Здесь сидел. Но уже не сидит. Че сопли там? Че сопли? Вытянутый маньяк, ты че не видишь? Весь шнур. Видно, чем сопли? Перекручено он все. Этот живец остался. Один сход. Это уже что-то. Маяк сорвал, вытянул его полностью. Веревку. Может он вчера шлепал, который. Может это он и был. Да, шлепок остается. Нет, ночью ты же еще. Мы сидели когда-то, говоришь, что это такое было. Шлепок был. Или ты уже ничего не помнишь. вот за эту палку и бахнут а не зато я уже прямо вытянут я жить последняя до крайне греби своих еще еще раз не по не могу пока а держишь программа 3 есть повыше подними вот так наверно ставить его до через верх не буду его как он порвет через что-ли себе у но это же с утра которые были вчера четыре мужика до которые дергали подсадку на свой садок они и ким ты их не а вот он черный он просто по желтому ползут что так и буш там сидеть да так понравилось сиди я пойду спать конечно чудила в общем ветер поднялся капитальный волна на речке хотели поехать переставить крючки получилось так что несколько штук мы сняли вышли на основное русло и она нас не пустила туда круче просто переставились место на место все сейчас будем смотреть вечером еще час у нас обед сейчас покушаем сделаем салатика сейчас короче до вечера если вечером успокоиться поедем еще раз перезарядим и уже потом до утра это у нас сегодня второй день вот видимо слом погоды вот этот не дает он нам порыбачить нормально потому что я говорю волна просто причем везде и в протоках и на основном русле ветер еще с такими порывами идет вообще этот ветер обещали вчера еще я думал что он будет вечером с вечера в на ночь вот так вот говорили по прогнозу получается все наоборот на следующий день только он к нам прилетел вот в обед одного маленького сняли вы это видели сами ну а то что там же он барашки я не знаю увидите не увидите волна вообще не хорошие получается на одну заскакиваешь а вторая тебе бьет прямо это мокрые все короче ладно до вечера это нечто вообще сейчас интернет обновился оказывается такая погода будет до завтрашнего утра потом вроде бы затяжок будет в это время надо будет успеть съездить проверить посмотреть а потом опять ветер будет такой же знаю может быть останемся еще на ночь но в общем война план покажет чего у нас будет завтра потому что это нечто аж палатку придавляю дуги самое плохое что может случиться то что стоят хлопушки наживка практически сверху ходит если волна вот такая вот идет получается наживка висит то в воздухе то в воде то в воздухе то в воде в таком порыве ветре может ее вообще выкинуть поднять и повесить просто куда-нибудь на ветке и все я говорю мы сейчас вот ездили с утра на проверку опять пять да по моему пять или шесть штук было пустых и они тоже были наверху ну один это стопудово шакал выдернул одну короче выдернула скорее всего то ли крыса то ли я не знаю то ли андатра может быть что тоже в берег там норки а несколько штук были прям на ветках крючки на ветках висели пустые мы сейчас ходили по берегу там цапля белая охотится на мелководье мы уже подумали скорее всего это цапля там где-то и лазила просто может пролетать увидит сядет они по деревьям так же как кушки лазит может ее тоже сдернуть вот такие подзывы вот такие подзывы ветер ладно еще без дождика нет еще без вообще кушать пустот смысл не не спальник кстати ребята сегодня ночевал спал вот в этом спальнике я вам скажу не было жарко просто жарко очень жарко я сначала завалился как бы подкладывать этот отстегивается кто знает кто смотрит меня был обзор на этот спальник первый он пришел я ухаял кому интересно можете зайти посмотреть вот это тоже пришел как бы не то что есть на картинке у них но я думал как бы то как в нем вообще внутри будет вот я говорю залез где-то было градусов 6 наверно тепла я вот так живут в одежде залез так в штанах в куртке вот этой муцефалитки мне стало жарко я разделся до трусов так всю ночь проспал в общем залазишь в него вовнутрь полностью я застегнулся как бы крутится можно руку можно вытянуть можно повернуться на бок на пузо кому интересно спать вообще кто как спит вот так вот солдатиком как бы все время не пролежишь постоянно крутишься в принципе все нормально как были места хватает еще но и в то же время я говорю было жарко даже в трусах но это у нас еще зима зимой его буду тоже брать буду тестить кому интересно смотрите а так в принципе овчинкой пахнет овечья шерсть я я говорю вспомнил видимо вспотел он час как какой-то далекий запах овчины есть а так когда пришел и не запах ничего не было нам под посмотрим еще как зимой в нем будет вообще комфортно не комфортно я думаю нормально ну хорошо чем хайл я хайл спальник ребята блин обалденный честно говоря приеду еще видосик запилю вам может завтра расскажу немножко очень удобно про плюсы расскажу как так 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 красотища доброе утро такое сегодня нас встречает после урагана вчерашнего фазан поет цокает утки крякают где-то он в заливе и вот такой туман по речке не знаю видно не видно наверно видному цапли летают и утки валом всем привет друзья сейчас мы завтракаем и на проверку посмотрим что там у нас сушеные караси будут нет после ветра а костян как ты думаешь говорю сушеные караси будут после ветра или нет вроде бы вдвойне он достаточно толстый пупырышки ничего все равно продавливает вроде не продавали твердо спать попробую вроде за счет вот эти кажется мягким хочу это же этот аппликатор кузнецова вот именно такое ощущение что они все спину втыкаются зайди зайди да вижу веревка то вон она утащили опять ее куда то то ли бур а смотри опять вытащил на этот видишь вот он крючок енотов подкормили еноты козлы суки страшные бога причем он на это на ветке до висит первый раз и второй раз также либо крысы либо еноты бур суки он скажет блин вот люди охида первый раз второй раз на те же грабли что за эти звери пошли я не пойму где конец-то и начал идеально ну вот он выход кости вот она тропа они здесь и лазит может выдра живет надо килограмм ценного мяса да